По поручению главы республики, средневековый феодальный замок в 7 километрах от Цхинвала постепенно должен быть приведен в порядок. Объект культурного наследия находится в плохом состоянии. Прилегающая территория заросла кустарниками. Принято решение передать памятник архитектуры под патронаж Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время сотрудники ведомства в первую очередь приступят к расчицке территории. В будущем архитектурный комплекс должен стать туристическим объектом в этностиле. На территории крепости отдельно предусмотрены места под подворья, где мастера будут изготавливать ремесленные изделия и предметы быта. В национальном стиле. Макет объекта разработан мастером резьбы по дереву Нариманом Калаевым. Он представил его сегодня в ходе обсуждения мер по сохранению и восстановлению памятника культуры. Люди приедут, посмотрят, как мастера работают. Вот они зайдут, ворота откроются, они зайдут. И здесь люди не в чинсах будут, а будут в национальной одежде. Кто-то там занимается камнем, кто-то рубит дерево, кто-то делает кинжалы и ножи. Можно будет пострелять из лука. К предстоящим работам привлекут мастеров-реставраторов. Все работы будут вестись под контролем Министерства культуры. Твой проект, конечно, идеален с точки зрения, чтобы мы куда-то туристов заводили. Да, да, и он должен быть действующим. И он быть действующим. То есть тут должны постоянно быть люди, которые этим туристам что-то объясняют. Должны быть здесь на месте ремесленники, которые что-то производят. И этот турист может вместе с тем, что какую-то информацию получит для себя, он вместе с тем может здесь что-то купить. Первые архивные упоминания о башенном комплексе, согласно историческим сведениям, относятся к началу 15 века. По словам Наримана Калаева, в свое время на территории замка располагались даже жилые строения. Если задуманные планы по восстановлению крепости удастся осуществить, говорит Калаев, то в исторический памятник снова вдохнут жизнь. В средние века здесь был замок, здесь жили люди, занимались ремеслами, занимались хозяйством, какими-то военными делами. И мы хотим восстановить вот этот облик, вот эту историческую память. Что мы планируем? Мы в первую очередь, конечно, это мастерские ремесленные, потому что данный объект тоже когда-то создавался древними мастерами. Создавался с использованием ручного инструмента, подручного материала, камней, дерева. И мы хотим вот эту систему тоже восстановить. Место для этнопроекта выбрано не случайно. Удобное расположение сыграло ключевую роль. Туристический объект может стать круглогодичным. По словам автора проекта, сегодня важно привлечь внимание общественности к проблеме сохранности памятников истории. Это необходимо будущим поколениям. И в этом вопросе необходима поддержка не только соответствующих ведомств. Помощь могут оказать и меценаты. Яна Плиева, Арнольд Харебов, информационный выпуск. Сегодня.